Девушки отдыхают Действие триллера укладывается в 24 часа жизни главного героя. За этот срок полицейский, которого играет Сеслей, должен решить две проблемы. Отдать долг наркобарону и вернуть похищенного сына. Картина, к слову, уже была показана на Международном кинофестивале в Торонто и получила восторженные отзывы критиков и зрителей. После чего одна из американских киностудий решила выпустить ремейк фильма. Американцы неспроста захотели купить права на этот фильм. Они чувствуют, что пойдет, что не пойдет. Здесь есть животное начало, поэтому зритель так и реагирует. В российский прокат французская картина выходит 2 февраля. Чтобы зря времени не терять, Жорден и Сеслей решили поближе познакомиться с нашей публикой и страной. Экскурсия по столице не обошлась для гостей без конфузов. Нет, у нас все на месте, мы ничего не потеряли. Просто ваши водители слегка нервны. Знаете, Тамер у нас корректный. Я могу сказать прямо, у вас сумасшедшие водители за рулем. Мы можем не вернуться во Францию. Если Тамер Сеслей все же вернется во Францию, его ждет новая работа. Актер решил попробовать себя в качестве сценариста и режиссера. К этому шагу, как признался сам Тамер, его потолкнуло почти полное отсутствие хороших сценариев. Поэтому он написал биографическую драму и в ближайшее время планирует приступить к съемкам. Названия фильма пока нет, но могу сказать вам, что этот фильм переносит вас в 30-е годы и рассказывает о непростой жизни боксера, о самого молодого чемпиона в наилегчайшем весе. Это увлекательная история и самое ценное в ней то, что она была на самом деле. Как отметил Тамер, творческий состав нового фильма вполне может оказаться интернациональным, что не станет преградой для Сеслея режиссера. В его послужном списке свободное владение французским, английским, немецким языками и ивритом.